итак друзья привет сегодня я приехал в лада сервис оренбург это официальный дилер сегодня 2 сентября официальный старт продаж лада niva легенд бронто правильно так знакомься артём артём сегодня должен нам рассказать мы когда до этого видео снимали полной информации не было какие-либо должны быть здесь улучшения до обновления обновления или улучшения у сейчас специально приехал уже имеется цена и цена 900 950 тысяч 400 рублей с учетом небольшого доп оборудования виде коврики за и мы говорим про сам автомобиль 945 тысяч округля и мы говорим про стоимость автомобиля ну давайте начнем разговор с того что вообще откуда появился такой автомобиль дали у нас же была лада niva легенд но мы живем таких климатических сложных условиях что иногда человеку нужен автомобиль доработанный сразу завода который позволяет ездить там где ну не каждый автомобиль справится и для этого компания виз это дочерняя компания автоваза находится в городе тольятти доработать дорабатывает данные автомобили кузов полностью сваривается это в тольятти и вот он делает потом он поступает в компанию виз который является вечерней компанией устанавливает расширение лаптеры да немножко обрезает сам кузов для того чтобы были больше углы съезда въезда летали вам больше расскажет об этом вот потом автомобиль обратно возвращается в автоаз его там окунает в грунт кстати полным погружением по моему даже кружится для того чтобы все пролить потом обратно возвращается в компанию виз там уже до устанавливают все доработки которые собственно там есть я об этом не знал а вот ну вот хорошая информация да интересная и вот ну если мы говорим про внешний вид вообще бывает всего две комплектации это люкс и престиж да если мы говорим перед нами комплектация престиж максимально это оригинальная шутка радиаторов такой раньше не видел бы не видели это без пластик плюс покрашены в черный цвет противотуман то есть он еще и покрашенный до покрашены краской соответственно сверху да видно что краска и уплотнитель резиновый поставили теле резиновые есть но наконец-то наконец-то это очень хорошо но прилегание даже то что плотно знаешь на стандартных не в их здесь трет все то есть а когда уплотнитель стоит он прижимается и уже не трясется так по поводу бампера устранили да все то есть когда мы первое видео снимали как и сказали что автомобиль пошел с конвера просто его поставили и он не прошел предпродолжен подарки то есть на данный момент вот сейчас как бы вот таким образом удержится он должен немножко играть для того чтобы какие-то но оптика осталось по-прежнему два вентилятора автомобиль с кондиционером до автомобиль с кондиционером до станет противотуманки установлены галогеновые так по низу изменения принципе нету сделала лифт завода правда то есть не кустарный а уже завода сделал лифты за счет этого автомобиль имеет клиренс 240 до 40 240 по крайней точке рычагов на рычаге и дальность соответственно а минимальная если мы говорим труднище там да вот соответственно сами ходы подвески тоже увеличены здесь уже стоят другие амортизаторы и другие амортизаторы взяли взяты от него 3 что позволяет вот это вот нам скомпенсировать сбалансировать вот если мы уже начали в ходовку у нас идет усиленный задний мост сейчас я до этого показывал но вставать сразу вам кто не видел первый ролик покажу вас смотрите то есть может уже ведь идет обварено усиленно сверху понятно да пока мы здесь находимся можно показать лонжероны которые дополнительно усилены да вот эти вот нюансы конечно усилены что-то ты знаешь вот смотрю дополнительный профиль который приварен к лонжерону для того чтобы увеличить жесткость кузова автомобиля я знаю а вот смотри вон черном для забрызгана что-то какой-то металл наваренный арсел а я честно говоря нет но чего-то какая-то фигня есть непонятно да но он вот видно он крашен он то есть сначала они на заводе на производстве доваривают усилители а потом его обрабатывает грунту это снова красят все дополнения но также вот обработано все хорошо в этом плане сделано вот так же задние задние у нас амортизатор ну да здесь мы увеличены это понятно да тут проходовку то понятно сразу пока мы здесь находимся резина у нас стоит 235 по моему 15 75 это но это говорил ну конечно уже пора поставить дисковые тормоза для него бы это во первых это недорого если даже самостоятельно ставить около 15 тысяч уже как бы ну ладно да по этой части все понятно антикор завода до сделано это заводская обработка виде дополнительной шумоизоляции и и 520 которые также стоят лаптер и вот под нещу чё там еще но посмотрите самостоятельно то есть уже установлено кристаллина не шоу за до кристаллина усиленность все правильно соответственно у нас на межосевой раздатки у нас увеличенная пара то есть четыре к одному стерео посмотрел да верно вот мы соответственно у нас в мостах сама блоки стоят до бронте установлены самоблоке вот просто интересно че они стоят нет информа говорить свои типы автоваз да да возможно есть какой-то производитель для более внутренней информации но я понял дадим виталию задание найдем 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 так но принципе по ходовке все понятно да по двигателю изменений же никаких по двигателю изменений никаких так здесь приклеили устранили ну собственно это хорошо человек любых дорожных ситуациях найдет все элементы но теперь самый главный вопрос что в этом автомобиле улучшили я знаю что какие то есть дополнительные какие-то балки что-то там вот про это расскажи пожалуйста усиление кузова производилась то есть от компании вис как раз и сделал усиление кузова так как автомобиль будет использоваться в более сложных условиях ну пойдем сверху вниз во первых деление было по крыше для того чтобы вывести рейлинги нам на крышу нужно было усилить крышу это при поперечных усилителя каждый из рейлингов на два болта и делится всего 8 болтов это первый за в чем усиление то что так и поперечина до этого не было трех до этого не было 22 было и по-моему один вообще был который посередине шел да да можно посмотреть могу ошибаться ну по-моему дать 0 она давай дальше потом усилено крепление сиденья ну это большая часть безопасности а что именно усилена вот эти сиденья салон они да они крепятся к а при ну вот к элементу кузова этот элемент кузова выглядит в виде такой вот трубки эта трубка усиленная а ты виталий можешь фотографии прикрепить там же будет да да если вот есть такие акаута график потому что очень сложно это виза короче артем нам предоставить фотографии из именно как автомобиль выглядит в разобранном да 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 было бы хорошо да будет все понятно где именно было усиление ясно вот ну соответственно у нас есть усиление щитков где находится у нас подкапотное пространство опять же для безопасности там же выше где водитель сидит там есть усиление где у нас запасное колесо это опять же для безопасности на его видно она снаружи ли среди снатан внутри да все изнутри да то есть фотографии вы дадите да а в открытом доступе есть эти фотографии или это для внутреннего я думаю что это скорее для внутреннего пользования но умельцев у нас много кто эти автомобили соберет разберет все это наглядно и видно ну и опять же еще раз повторимся что есть усиление снизу для опять же жесткости кузова это вот эти вот v-образные усиление лонжеронов в виде профилей металлических которые приварены дополнительно так но по салону принципе больше ничего и тут на базе легенд был сделан салон то есть в принципе он тот же самый очень красивый обшивка такая у нас есть немножко по-другому реализован блок у нас да 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 вот этого не было так это подсветка да а сейчас аккумулятор отключено идите включены это у нас подсветка это у нас но яра глонас да понятно так зеркал ничего нету здесь ничего нету ну да стандартная панель с обновлены не управлены здесь ничего нового абсолютно нету по заднему сиденье все по-прежнему осталось по-прежнему до в этом плане изменений не было то есть принципе по автомобилю больше говорить и нечего да ну или есть у нас есть такой интересный стенд предоставлены и здесь мы можем его покрутить очень интересно посмотреть давайте обновление с каком здесь занимается да есть соответственно у нас новые релинги то что усиленный титар релинги да на них можно больше вес понятно можно перевозить ну для автомобиля такого типа для внедорожья я думаю взяты с собой но три блокировки дифферсала это имеется то что установлено два самоблока при пробуксовке они блокируются и меже всего дифферсал который вы блокируете самостоятельно все реально все и дальше усиленная подвеска за счет усиленной пружины увеличенный ход амортизатора ну то есть как лифт комплект только сделал типа завода конечно все верно здесь у нас что в одессе у нас водичка типа хорошо можем кататься хорошо здесь у нас снизу усиленной усиленной арки колес арки колес подожди а что усиленно арки колес это имеет что то что они расширенные мы не можем эти колеса поставить стандартную него вот эти нет потому что двести пятна до 16 215 у меня задевают вот а тут за счет того что обрезана буквально три сантиметра установлены лаптеры ну конечно было бы интересно они идут вот эти вот внутри профиль он алюминиевый и к и на вон диском ребят смотрите здесь короче говоря профиль такой идет это не просто пластика да 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 то есть внутри я вижу профиль только вот сюда что-то будет водичка заливаться как-то сделано вот смотрите с колеса туда будет все заливаться идти а тут карман вытекать некуда все будет накапливаться в этом к кармане компания весна вы как-то давайте вот эту стране вот это все будет идти в карман ну хотя тут слив есть но он вот это вот это вот эта часть при это прижат но все равно вот этот нюанс есть такой вот ну понятно так то сделал он добротно конечно щели нет вообще ли нет ну нормально сделано ладно понятно так усиленный арки колес решили понятно так усиленной заднего моста но это то что задний мост сверху наваренный то есть при каких-то диагональных нагрузках прыжков он не будет гнуться ну песок понятно песок вода но имеется без дорожья здесь у нас клиренс увеличены то что мы с вами уже говорили да ну 240 да ну тут все довольствие но видовая нижнюю внедорожная шина по полу внедорожных шим вообще есть опыт эксплуатации такой резина может как говорил кама пилигрим 235 75 15 год все ездят по-разному но он такой мы не катались но это знаешь это примерно сделано как резина была кама евро что ли точно не знаю но примерно смысл такой кому далеко не ушла и вот можно было бы конечно с двумя самоблоками сделать более грубее сюда шина поставить могли бы сделать ну потому что она стоит дороже они сэкономили просто поставили более-менее такую на чтобы по асфальту ездить но для этого автомобиля надо было ставить конечно более грубую резину если у кого-то такой автомобиль появится было бы интересно тестировать его да ребята и именно как грунтовая резина она позиционируется нормально она будет есть нормально но в грязи я как бы не уверен надо более грязно насколько и хватит на свадьбу короче камая дакам как резина тем быстрее она будет так давай междунаружи еще на понятно все apresent動 оборудовании ледош one на этот автомобиль будет устанавливаться дополнительное оборудование один из них это у нас будет на крышу устанавливаться дополнительный у нас дополнительное освещение это вот это ношен и да да то есть автоваз будет нет вот к этому идет автомобилю и дедов оборудования можно это заказать ведь заводского исполнения нет вы можете видя аксессуаров докупить на него какой-то штат ну вот например я захочу купить вы сможете мне это поставить и сколько это стоит ну по стоимости а не знаю что об наличии есть ну то есть вот тоже пока не подскажу но знаю что вот такие аксессуары их будут вводить то есть их будут в ближайшее время добавлять того чтобы человек может мог в готовом решении для вас гарантии вот такие вот ну да и уже получается что в гаи у вас проблем не будет все это будет вписано конечно я вы поставите такую резину да сделайте изменение арок да да изменение конструкции да не сможете поставить а здесь а тут получается все будет у вас списано в птс да все конечно я понял давай дальше с ним так обновленный интерьер но обновлен интерьер это то что с новых неф поставлена панель да да и посмотрю руль какой руль от 7 и они этот удобнее руль а то уже чуть изменены да то многие ставят от семерок такие здоровые посмотрим что тут у нас все еще и грязь да но в принципе я думаю полноценную дали информацию да это автомобиль если будет у нас просто люксовая с железными бамперами тоже бы интересно было его снять показать зрителям потому что там немножко другие решения там у нас соответственно уже не будет расширить или расширить или будут выглядеть они будут чуть по-другому но основе я вроде гнилого ничего нет а вот здесь вот швы залито поинтереснее ребят смотрите как то так по плотненькому что ли вообще автомобиль не вы то что катаемся больше по диагональным вывешнем и рейлинги когда грузишь то вот эти швы страдают начинает они играть начинает краска лопаться начинает влага попадать пыли грязь здесь все начинает цвести но эта проблема да у меня уже третий год неве как бы что-то там появляется но я вроде зубной щеткой там почищу берешь но пока держит но все равно уже рыжики появляются так ребят смотрите маркировка лобового стекла и смотрите здесь уже забыл как называется вот это стекло с черным только низ почему-то верху уже не идет или под резинкой такой вот интересно лобовое стекло нас кстати такое решение видишь формированный этот пакет установлен на обычных же трек уже отказались просто резиновый плотнитель а здесь добавили опять нет здесь еще видишь сделано как резинка то есть хромирована встав вставленного внутрь резинки то есть одета не на металл не на металл одета а как бы то есть стекло вставлено уплотнитель и вставлен вот этот металлический основа расширяется стекло за счет этого держится вот здесь уже правильно сделано на моей то что по гарантии когда перекрашивали вот эта вот штука металлическая была она вот так одевалась вибрация идет и у меня тут все заржавело и мне и мне по гарантии перекрасили понимаешь вот это вот так должно быть здесь то так как она не открывается тут по-другому его не сделаешь вот видишь то есть тут принципе нормально на пяти дверках уже пора бы конечно и на задние то есть вот эти мои моменты уже продаются как насколько я знаю но на задние стекла я пока не видел я бы себе переделал но пока нет еще один момент установлены колеса одни запасное колесо но которые на автовазе я думаю большое количество обычное пирели 16 колесо то есть родной 185 75 16 видите да и здесь установлены колесики до типа как бы докатку они сюда воткнули но на самом деле на стандартных не вот это вот обычное заводское колесо установлено колесо временного использования но да типа того обновление дамы все озвучили автомобиль подготовлен но самое главное что двигатель остался по-прежнему 83 лошадиных силы до 1 из 7 автомобиль с кондиционером идеальное решение как сказал идеальное решение мы не меняем да зачем что-то делать когда так ребята на все надеюсь все вам сказали вам спасибо всем пути что при здоровы напомню автосалон лада сервис оренбург-волгоградская 5 да да вот человек согласился нам рассказал не постеснялся хотя многие стесняются почему-то рассказывать за это отдельно вам спасибо спасибо что все ребята будьте здоровы пишите комментарии самое главное ценник 945 тысяч то есть это максимально это максимально без 50 тысяч миллион то есть автомобиль подходит уже милиону я думаю если сдоб оборудованием наверное как раз он и миллионов и опять же мы считали автоваз считал что если взять обычную него легенд и доукомплектовать вот этим всем автомобиль взять резину самоблоки все это поставить причем достаточно по таким недорогим ценам мы все равно нам выгоднее взять готовый готовое решение выигрываем 1040 на скажу вам по своему опыту установить самоблок то есть если купить самоблок заказать самоблок примерно 10000 стоит с любым преднатягом но это взять например если производителя в этой вот что у меня стоит если самостоятельно установить примерно с маслами там с подшипниками выходит в 14000 то есть в том виде который мы видели еще там была сумма в 12 500 12 500 вы увидишь то есть если мы даже самостоятельно делаем например 15 15 30 тысяч вот вот на моей лично стоит а здесь ты будешь по вы смотрели от 13500 в этой ну в этом информации проведена вот 12 500 даже поинтереснее но качество конечно но я не думаю что автоваз будет ставить какашку хотя хотя нет ну хотя не знаю личный самоблоки но понятно что дилеры не могут сказать по-другому расскажет так все все я думаю все ребята комментарии лайки будьте здоровы приходите и всем пока на последок внешний вид него бронта то есть колеса широкие смотрится классно огонь давайте посмотрим него travel что мне не нравится в этом автомобиле если посмотреть сдалека вот еще бампер окрашенная да то есть видите окончание бамперов но колеса намного уже смотрится какашка реально смотрится какашка него travel если в этот автомобиль установить или бы сразу завод когда изготавливал эту машину и сразу бы они поменяли переднюю часть там мост сделали бы пошире колеса это автомобиль посмотрел совершенно по есть автомобиль и ездит с черными бамперами смотрится вообще ужасно вот реально ужасно смотрится автомобиль вроде ничего но если бы вот этот автомобиль сделали как здесь чтобы колеса были по уровню свеса арок вот эти когда было бы классно а так получается что есть получается крылья заканчивается вот еще 10 сантиметров сюда даже если поставить с хорошим вылетом диск тоже неправильно да согласитесь но это мое личное субъективное мнение может быть кому-то они нравятся мне внешне ничего так вот все закрыть но вот колеса то что узкие мне немножко не нравится и ценник а Субтитры сделал DimaTorzok